Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Отдельная благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываются, оставляют свои комментарии, ставят лайки. Мама накормила, чревоугодница. Если бы я увидела такое название на канале у Самвела полгода назад, я бы начала обзор со слов «Мама меня накормила, как соловья баснями», так как раньше она не готовила, даже тот минимум, который готовит сейчас. А тут разнообразие ведь хоть отбавляй. Яйца и бедрышки. На следующий день бедрышки и яйца. По праздникам – холодец. От случая к случаю – красная рыбка. Красная икра только в том случае, если сын потеряет остатки своей незначительной совести и самовольно откроет банку и почти всю сожрет. На глюка, как назвала его родная мама. Что с него взять? Она с самого детства поняла, что в семье не без урода. Вот этим уродом младшенький и оказался. Самвел стоит у мамы перед госплитой, поднимает крышку со сковороды, а там, не поверите, жареные бедрышки. В прошлом видео Самвел очень хвалил их, сказал, мама вкусно их жарит. Поэтому, закрывая сейчас сковородку, он с сожалением сообщил, что не сможет он их отведать. Приготовленные заботливой рукой матери. Эти – это мяско. У него разгрузочный день. Интересно, чем он сегодня разгружался? Кофе с молоком? Горячим шоколадом? Ватрушкой? Или всем понемножку? Так, мамка, кыш с дороги, огромная птица. Нужно снять показания с газового счетчика. Снял. Потом подошел к зеркалу и стал жаловаться. Пьет такие сильные таблетки. Ливер заболел. А мордочку какую страдальческую состряпал. А что медицина, которая у него дома живет, не лечит? Но хотя бы поцелуями. Чем черт не шутит, а вдруг поможет? Попытка ведь не пытка. В борьбе с недугами все средства хороши. И еще одно. Чем занимается личная ведьма? Почему не лечит? Самбел хвастался, что когда она появилась в его жизни, он перестал болеть. Даже приводил в качестве доказательства. Вспомните, из больниц не вылезал, а за минувший год у меня ничего ни разу не заболело. Прошел еще один год, и севка стал жаловаться на плохое самочувствие. Это так и работает. Вначале все хорошо, человек на коне, ему кажется, что он бога за бороду взял. Потом наступает час расплаты. За все надо платить. Как только рогатый хвостатый поймет, что человек плотно запутался в его сетях, крепко держится у него на крючке, тогда начинается в кавычках самое интересное. Дальше будет еще краше. Вернулся Самбел к маме на кухню и спрашивает. Какой у тебя сахар? Не очень сладкий. Всего лишь 7,6. Только бы Надя не приезжала. Самбелка, я хотела у тебя спросить. А, у тебя денег нет. Кончился баланс у бабы Тани. Прям как у Золушки. Ваше время истекло. Не смогу, сынок, я звонить ни Наде, ни Зине, ни Ирочке. А зачем тебе им звонить? А что значит, зачем звонить? Он теперь что, человек, должен сидеть отрезанный от всего мира? Пусть Севка не пополняет свою сим-карту и ни с кем не общается. И посмотрим, как долго он выдержит. Сам везде мотается, с людьми разговаривает, а ей нельзя. Я не знаю, как у них там, у нас можно через приложение с карточки пополнить счет. Мне кажется, у них тоже должна быть такая функция. Он мог бы забросить деньги, просто не хочет. Севке нравится мнить из себя всемогущего. Мамкина радость и горе в его руках. Захочет, осыпет милостями. Не захочет, чай на ложке утопит. А разговаривает, еле слышно. Только что стоял перед зеркалом и достаточно громко жаловался на свое недомогание. Зашел на кухню и разговаривает громким шепотом. Раз мать отвечает, значит слышит. И он начинает говорить еще тише, а она все равно слышит. Давай, давай, Севка, играйся. Ты же малограмотный и не знаешь, что разговаривать шепотом для связок очень вредно. Так что продолжай в том же духе. Он думает, что сейчас, измываясь над матерью, он мстит ей за свое нечастливое детство. Наслаждается. Думает, если у него нет детей, то бумеранг к нему не прилетит. Бумеранг прилетит и, как обычно, без вазелина. Севка хоть и привычный к играм с пятой точкой, но явно не к такому. Не будет детей, будет кто-нибудь другой. Разорвать этот круг можно только отпустив ситуацию. Искоренить в душе обиды и желание мстить. Я это говорю не в защиту ТВ. Мне ее не жаль. Она сама просила зрителей ее не жалеть. Сказала, что у нее для этого есть дети, которые ее любят и жалеют. Поэтому жалости я к ней не испытываю. Недавно зрительница в комментарии написала. Самвел очень плохо относится к маме. Но она все понимает, что ТВ-шка человек такой не очень хороший. Но все-таки сын ведет себя чересчур агрессивно по отношению к ней. Когда я ей написала, что жалеть ее не буду по причине, озвученной выше, она мне ответила, что все-таки это старый человек. Жалеть надо не из-за возраста, а по существу. Есть дети, не заслуживающие жалости. Почитайте про малолетних маньяков. Было время, когда им даже пожизненное не давали. Но понимали, что таких нужно сразу ликвидировать. Они не изменятся. Немало и среди пожилых серийных убийц. Но кто-то, возможно, ответит. Ну, ТВ-шка-то не имеет к этим людям никакого отношения, так как никого жизни не лишала. Хорошо. Можно немножечко этот пример переиначить, скажем так. Есть люди разных возрастов, которые ведут себя так, что не заслуживают ни жалости, ни снисхождения. И ТВ-шка в их числе. Что ты будешь себе готовить, мама? Пока не знаю. Вытащила фарш на котлеты. ТВ-шка говорит, варю, рагу сделай. И рагу делала не так давно. Ты ленишься, мама, и не делаешь то, что нужно. Странный такой. Перечислил ей блюдо, которое она и в самом деле готовит. И он в то же самое время твердит, что она ленится. Он сам не знает, куда себя деть. Ходит по квартире из угла в угол. Нечем ему заняться. Ему скучно. Ему даже лень снимать вот эти простые видео с мамой, когда не надо ничего делать. Не надо придумывать контент. Достаточно прийти, включить камеру и все. Просто записывать, что мама будет делать или говорить. Ему даже это лень делать. Деньги зарабатывать хочется? Даже нет, не так. Деньги иметь хочется, а зарабатывать их не хочется. Вот бы появлялись они у него сами по себе в кармане. Было бы прекрасно. Еще и мочевой болит, сказал Севка, проходя опять-таки мимо зеркала. Он как мимо зеркала проходит, так обязательно у него что-то начинает болеть. И переключил нас на съемку в театре. Слава богу. Я думала, он все органы будет перечислять, которые у него есть. Лекарство сильное пьет и при этом голодает. У меня, читай, коллега. Поэтому у него и будет все болеть. В театре уже голос у него окреп, нормально разговаривает, не шепчет. Показывает. Ему принесли поклонники хлебобулочные изделия. Я вспомнила Галкина. И вот это вот с хлебобулочными изделиями на голове. Кто понял, тот понял. Это съемка одного дня, когда мама предложила ему отведать своих изысканных блюд, от которых он с сожалением отказался мотивировать тем, что у него разгрузочный день. Сейчас выпечку топчет только так. Или это съемка другого дня? В гримерке присутствует еще один коллега. И услышав от Севки, что это выпечка, это преподношение от зрителей из ТикТок, он спросил, ты там снимаешься? Да. Он снимается везде, где только есть возможность его снять. Раньше эти возможности были ограничены только трассой и фурами, под которыми он научился чмакать, как они с мамкой рассказывали, давали уроки. Теперь с появлением интернета он расширил свои границы. А зачем ему отказываться от дополнительного заработка? Тем более, если это совмещение приятного с прибылью. Посмотрите, сколько букетов ему подарили. Он уже у себя в квартире. Он как на нас портрета Мане. Скандал и голубой корсет. Благодарят его за творчество, за песенки «Односекундочки», которые он поет. Да такими песенками забит весь интернет. У кого есть желание и деньги, резко вдруг стали певцами и певицами. А чем Севка? Куда конь с копытами, туда и рак с клешней. А еще ему подарили букет красных роз. Те же зрители из ТикТок, с которыми он недавно встречался в ресторане и дома у них был. Севка подумал несколько секунд и добавил. Два парня, молодых, два парня, живущих в одном доме, пригласили к себе Севку. Третий не лишний, третий запасной. Пончики, которые они все ели в гримерке, тоже дело их рук. Видимо, не нравится им худосочный петух. Хотят откормить. Показал еще один подарок. Маленькая стеклянная елочка с крошечными разноцветными шарами. Самвел ее тут же украсил. Посмотрел, к этой елочке еще нужны батарейки. Люди, имейте совесть. Если уж вы решили делать добро, делайте его до конца. Могли бы положить сразу и батарейки. Теперь либо ему, либо Коле нужно бегать и покупать их. Снова Самвелу мамы. Мамка в чапане, будто только что слезла с лошади. А шуба где? Жарко, не жарко, дождь, не дождь. Шубу купили, пусть носит, как в том анекдоте. Папа, купи мне кроссовки. Ты еще коньки не сносил. Чахнет баба Таня над миской с салатом. Нет бы сесть нормально за стол и поесть. А-а, жрет, как лошадь, стоя. Прямо руками хватает листья салата и по самый локоть запихивает в рот. Такое ощущение, будто она еду сразу в желудок кладет и там утрамбовывает кулаком, чтобы больше влезла. Севка включил свет и баба Таня шугнулась, как таракан. Она тут же бросила миску в раковину. Все, 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 я уже поела. Все, я там что-то там выгребала со стеночек, по чуть-чуть съедала, чтобы не забивалась раковина, сыночек. Почему стоя ешь? Можно подумать, он по-другому ест. Откроет холодильник и стоит перед ним, отщипывая руками куски еды и не отходя от этого холодильника съедает. А остатки потом везет на игрень. Чья корова мычала. Севкина никогда не помолчит. А почему в пальто в доме ходишь? Замерзла. Ее бы очень спасла безрукавка. Руки не так мерзнут, как тело. И было бы удобно выполнять работу по дому. Рукавов нет. Ну, какую работу? В частности, жрать хотя бы. Вытащил сам Вэл целый пакет лекарств и начал глотать одну таблетку за другой. Делает это на камеру, чтобы никто не сомневался, что он действительно болеет. Сел сам Вэл завтракать. Мамка вытащила лоток с красной рыбой. Громко сказано лоток с красной рыбой, так как там всего на донышке чуть-чуть. Мамка подумала, подумала и решила, что сын ее и так объедает мясо, яйца, еще и ры его кормить. Она прекрасно может это съесть сама. Что она и сделала. Вся проблема в том, сказал сам Вэл, окуная палец в солонку по самый локоть и намазывая эту соль на мясо. Ты ешь безалаберно. А он алаберно? Сколько он жрет соли? Я уже говорила в обзоре, когда он ел у мамки яйца и было такое хорошее освещение, солнце светило. Он набирал горь соли и посыпал щедро ею яйцо. Эта соль сыпалась, как дождь. У него больные почки. И он продолжает жрать соленую пищу. А потом учит мать ему разуму, что она не может держать себя в руках. И этой пищей сама себя гробит. Роет себе могилу ложкой. Себя при этом он не видит. Он такой же, как и мать. Недавно он привозил сладкую выпечку на игрень. И Андрей сказал, что пирог был не сладким. И Самвэл ответил. Ты привык много есть сахара, поэтому вкус у тебя уже извращенный. А он привык много есть соли. И у него тоже вкус извращенный. И бог бы с вкусом, если бы при этом он не наносил бы вред своему организму. Почки больные. Мочевой болит. Он скоро будет, как и манка, в памперсах бегать. Сколько время, мама? Пол одиннадцатого. В это время ты только должна выпить лекарство. А ты уже поела. Но поел человек на полчаса или на час раньше. В чем проблема? Прямо как в тюрьме или в больнице. Все по часам. Знайку и печень трески можно было и в два часа дня ложкой жрать. Тогда он ей мораль не читал. А сейчас сделал из этого трагедию. Поела на полчаса раньше. ТВ-шка села выпить чаю с сыром. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как она жрет сыр. Это зрелище не для слабонервных. Вывалило до самой матнюшечки. И все это сопровождалось звуковыми эффектами. Например, это было так. Кто не смотрит сам Вэлла, вы это могли примерно послушать. Как это все происходит. Сын с мамой позавтракали и пошли в зал. Сам Вэлл включил ей видео со своего кулинарного канала. Баба Таня сидит и внимательно смотрит. Пять подбородков уютно расположились на груди. Практически плавно перетекая на нее. Жировые складки на брюхе уже выпирают дальше груди. Которая у нее, как выяснилось, никак не третьего размера. Как постоянно хвасталась баба Таня. Еще немного и требуха будет лежать до самых колен. Зрительница Елена Васильева вчера написала. Мама свои жировые отложения называет желудком. Шут! Це требуха! И живи теперь с этим! Я этот комментарий даже закрепила. Зрителям понравилось. Мне тоже. Спасибо за комментарий и юмор. Севка говорит, что это была мамкина идея включить видео на его кулинарном канале, чтобы посмотреть, что он там готовит и потом отвозит сытником. Мог бы хотя бы изредка готовить блюдо для диабетиков. Это было бы интересно и для его подписчиков, так как наверняка среди них есть диабетики, которым эти блюда были бы полезны и привозил бы маме эту еду. А так как он на диете, ему было бы на пользу поесть вместе с нею. Чем сейчас сидеть и давиться холодными вчерашними ножками на нормально приготовленную пищу. И мамка бы так не реагировала резко на то, что он отвозит все на игрень. У мамки такая заляпанная шерстью платье. Ведь эта шерсть летит и в еду, и везде. И не противно ему жрать пищу, приготовленную руками, на которых ногти изъедены грибком. Ведь он заразный. А цветы у шупы накрылись медным тазом. Пока у Светы стояли, цвели буйным цветом. Не зря Севка говорил, что Света, если палку воткнет, она у нее будет цвести. А все чахнет. Он, сынок, уже наладан дышит. Таблетки горстями жрет. Увидел Самвел спящего на подоконнике кота. Бесцеремонно залез ему в глаза, поковырялся там, подергал и собрался уходить. Ему пора к стоматологу. Сколько он уже туда ходит. Это ж сколько он не занимался полностью рта. Лечат, лечат и никак вылечить не могут. Конца, Кать. И уже уходя на пороги, Самвел отметил маме поистине королевский комплимент. Такая кличка ей понравится. Танька чревоугодница. Что есть, то есть. Она не только ночная или дневная жрица. Она круглосуточная. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok